так ну что давайте начинать работать напоминаю что мы с вами занимаемся метаболизмом аминокислот чуть шире можно сказать азота с точностью до некоторых специализированных соединений и ну например там порфирина да то есть синтез порфирина который не входит в нашу с вами программу но он в принципе есть то есть коли порфирин есть он каким-то образом синтезируется на самом деле он с глицина синтезируется но это отдельная история а и напоминаю что азотистые основания мы будем разбирать следующем семестре когда в рамках курса молекулярной биологии метаболизм азотистых оснований соответственно у нас основной фокус на аминокислоты и мы с вами в прошлый раз начали заниматься этим разделом мы начали с катаболизма и первое что мы с вами произнесли для себя так решили что самое важное это то что в какой-то момент углеродный скелет и аминогруппа разойдутся и каждый пойдет своим путем где-то это происходит раньше для каких-то аминокислот для каких-то не на первой стадии но все равно это какой-то не отдаленный такой процесс и мы сказали что хорошо мы понимаем что у нас углеродный скелет дальше подвинется в сторону цикла трикарбоновых кислот и отложили эту тему на сегодня занимались с вами судьбой азота выяснили что организма бывают трехтепов то есть главное ключик понимание зачем все это нужно это то что аммиак токсичен при попадании в кровь особо токсичен поэтому его надо как-то правильно уметь выводить и организм делится на три большие группы первая группа это аммониотилические которые живут в воде и которые могут сразу аммиака раствора аммиака разбавлять до без вредных концентраций дальше есть сухопутные организмы которым доступна вода это вот мы с вами мы из двух аммиаков и одной двойки углерода делаем нейтральную и относительно безопасную мочевину ну в тех концентрациях которых она существует у нас в организме она точно не может принести вред а вред основной это подавление гидрофонных взаимодействий но это происходит существенно более высокой концентрации ну и есть организм которым вода плохо доступна обитатели пустынь заслуживших регионов либо перелетные птицы которым каждый там спуск к водоему во-первых не факт что водоем будет во-вторых каждый спуск к водоему это потеря времени а его терять нельзя поэтому они должны очень сильно выводя азот экономить воду это урикотеллический организм они выводят это в виде уратов ураты мы с вами разберем чуть позже потому что это также один из основных таких вот продуктов у кого-то промежуточных у кого-то конечных по выведению пуриновых оснований хорошо значит дальше мы с вами выяснили как можно транспортировать имяк потому что образуется то он везде в организме а мочевину из него надо делать в печени и мы выяснили что есть два пути один основной глутамин синтез глутамин синтетазный путь когда из глутамата присоединяются за счет энергии атф еще одну один эквивалент аммиака и получается суммарный электро нейтральный глутамин вот он относительно неплохо ходит через мембрану он безопасен и таким образом можно доставить его в печень и там уже глутаминазной реакции аммиак получить обратно второй путь это глюкоза-аланиновый цикл он чуть сложнее но ненамного в конечном счете аммиак оказывается в печени и там начинает крутиться цикл мочевина он же арнитиновый цикл или второй цикл который открыл крэпс и там за несколько стадий часть которых проходят цитозоли часть матрикси как раз собирается мочевина а в качестве станка для сбора выступает арнитин ну и дальше чтобы с минимизировать энергетические потери арнитиновый цикл можно завязать циклом трикарбоновых кислот фумарат уходит то есть аспартат входит фумарат уходит в арнитиновый цикл фумарат возвращается в матрикс попадает через стадию малата в цикл трикарбоновых кислот там происходит окисление до оксалоацетата одновременно восстанавливается над плюс до надаш и два с половиной эквивалента атф мы можем вернуть ну и собственно говоря оксалоацетат превращается в аспартат и в таком виде выходит и возвращается в цикл арнитиновый и получается такой аргинино субцината фумаратный шум вроде все рассказал да значит то что мы в прошлый раз прошли замечательно но теперь судьба конечно же нам приготовила хорошее испытание это разобрать пути углеродных скелетов хорошо значит мы с вами говорили что все это у нас будет попадать в цикл трикарбоновых кислот тогда давайте цикл трикарбоновых кислот запишем значит вот здесь мы давайте с вами напишем первоват из первовата у нас есть путь до ацетилка фермента туда же у нас есть путь из ацета ацетилка фермента все это у нас встречается с аксалоацетатом получается цитрат ну и дальше записываем цикл я надеюсь что вы его хорошо уже помните аконитат обратимо изоцетрат дальше альфа-кетоглуторат дальше с акценилка фермента дальше с акценилка фермента дальше с акценат фумарат малат оксалоацетат у меня даже почти круглый он получился на удивление все 20 аминокислот куда-то сейчас у нас попадут я поэтому немножко уменьшу рисуночек вот так вот например и поменяют цвет потому что сейчас начну писать аминокислоты какая куда что такое все порядок хорошо пять простейших и хвост от трептофана попадают в перуват и через него они попадают дальше в ацетилка фермента значит ну кто это будет это будет непосредственный предшественник перувата аланин и все кто к нему близки а именно сирин глицин цистеин трианин ну и кусок трептофана кусок так чудесно пять аминокислот попадают в ацета ацетилка фермент а это две на л лизин или цин а также все три ароматических больших то есть фенилаланин тирозин трептофан фенилаланин и тирозин такие большие что они кусок часть отдают в ацета ацетил а часть а часть отдают в фумарат то есть заметьте все самые большие трептофан тирозин фенилаланин они не в одну точку входа имеют а две ну то есть такие большие углеродные скелеты что их нельзя держать в шкафу надо все потратить так воксалоацетат естественно кто у нас попадает ближайшие аналоги кто аспартат конечно ну не стесняйтесь правильные вещи говорить аспартат и естественно аспарагин аспас попадают туда хорошо значит по аналогии вальф кетоглуторат кто попадает глутаминовая кислота то есть глутамат здесь немножко побогаче здесь еще ГЛН попадает глутамин а также попадает аргинин пролин и гистидин вот они все вальф кетоглуторат ну и те кто как-то более-менее похожи на С3 попадают на стадию субцинилка фермента помните у нас туда попадали с нечетным жирный кислот остаток жирных кислот с нечетным числом атомов углерода пропионилка фермента там было С3 ну и здесь получается что это валин метионин у кого еще три атома углерода эти мимо пролетели пролин мимо значит здесь еще должен оказаться изолейцин и иногда у некоторых организмов сюда может тоже трианин попадать но я в скобочках запишу ну вот все довольно логично в этой жизни значит принципиально существует три пути у попавшего или почти попавшего цикл крэпса углеродного скелета пути путь номер один до СО2 и H2O ну и энергии давайте напишем ИТФ то есть если организм нуждается в энергии а это голодание в первую очередь когда начинают белки утилизироваться голодание может быть связано и того что хищника давно еды не было и надо поголодать либо это марафонец бежит тогда действительно начинает извлекаться энергия хотя мы говорили что примерно 10% энергетических потребностей организма удовлетворяется за счет белков то есть белок не является каким-то главным источником и чаще бывает другая ситуация что энергия не нужна и тогда есть два пути путь 2А в глюкозу и путь 2Б в ну как сказать это в кетоновые тела давайте так ну и оттуда есть путь энергия в других тканях от кетоновых тел либо это запасы три ацилглицериды ну то есть накопление в виде жира на самом деле чаще все-таки идет перепуск энергии но по-всякому могут быть если много есть белок содержащий пищи то могут возникать и отложения жировой ткани хотя из глюкозы это быстрее наверное будет получаться из углеводов да углеродных скелетов пути пути скелетов вот это очень важный момент его надо понимать что есть два варианта при этом из чего образуются кетоновые тела однозначно вот из этих и это кетогенные да кстати перуватт вот эти вот из перуватт могут заходить через ацетилкофермент давайте поправлю еще один момент они могут вот так заходить а могут вот так заходить вот если они будут из перувата в оксалацетат заходить это какой будет путь через какую реакцию как она называется кто помнит анаплеротическая реакция с биотином да то есть может быть и такой и такой путь значит но при этом смотрите вот отсюда отсюда через стадию постоять уберем через стадию ацетилкофермента вот эти вот тоже могут быть кетогенными потому что они могут не попасть цикл трикарбоновых кислот и мы с вами помним что из ацетилкофермента замечательно получаются если у слишком много кетоновые тела да то есть просто теолазово вот эту реакцию давайте мы сделаем вот так вот чтобы было веселее и тогда все будет хорошо ну давайте веселенький возьмем цвет наш любимый а вот отсюда они в глюкозу и все остальные в глюкозу почему потому что из цикла трикарбоновых кислот легко попасть в глюкозу значит вы этого еще не знаете но в глюкозу можно попасть аккуратнее через оксалоацетат и малат это прямо вот это материал четверга глюконеогенез да вот все кроме ацетилкофермента смотрите большая часть дать послушайте меня и потом да я дам время написать важный момент большая часть аминокислот являются глюкогенные значит это вот они называются глюкогенные ну и нет почему потому что через прокрутившись через цикл какую-то часть цикла трикарбоновых кислот они могут уйти на глюкозу не отсюда прямо хотите уберу это вот то что я написал но глюкозу они пойдут из малака давайте попробуем получше написать можно будет зафоткать это надо все убрать не переживайте можете не переписывать можете не переписывать ничего страшного значит вот смотрите глюкоза да глюкоза пошла из перувата вот отсюда да вот вот когда они у нас таким вот хитрым нашим цветом обведены из перувата из перувата прямой путь фактически но он идет через проход оксалоацетата и малата поэтому вот все вот эти ребята они могут вот сюда перейти вот сюда сюда оксалоацетат он может либо вот так либо вот так прокрутиться и из малата все уйдет в глюкозу были кетоновые тела в тот момент вас не было и кетоновые тела были и там не хватает вот этой системы понятно там все очень просто из двух ацетилкоферментов под действием теолаза идет обращение бета окислений получается ацетаацетат ацетаацетилкофермента на него навешивается еще одна молекула ацетилкофермента получается гидроксиметилглутарил ГМГ так называемый и дальше он разрезается на ацетаацетат из которого получается ацетон и бутерат это все кетоновые тела то есть это очень простая тема вы ее спокойно с вами посмотрите значит расскажите вот так вот понятно что написано или нет или требуется еще комментарий въехать значит смотрите углеродные скелеты получились сбрасываем либо хотим либо нужна энергия либо сбрасываем излишки азот как-то вывели остались углеродные скелеты они могут чего-то у них есть точки входа в общий метаболизм эти точки входа в общий метаболизм перуват и через него ацетилкофермента ацетаацетилкофермента и через него ацетилкофермента и цикл трикарбоновых кислот а именно альфа-кетоглутарат цепценилкофермента фумарат оксалоацетат вот собственно 6 точек входа Да, вот точки входа, они, вот видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти две точки входа роднит еще объединяет ацетилкоферамент. Что может дальше произойти? Если нужна энергия, сожжем до СО2 и H2O в обычном нормальном варианте биохимического окисления. Но часто бывает так, что энергия не нужна, и тогда будем создавать запасы. Какие будем создавать запасы? Коли разобрали уже и остался только углеродный скелет, аминокислоту обратно делать не будем. Не нужна нам аминокислота. Была бы нужна, мы бы ее уже утилизовали. Мы бы аминогруппу не забирали у нее. Значит, возможны запасы двух других типов. Ну, скажем, условно, жирно-кислотные, ну или там кетогенные, кетоновые тела. Либо возможны глюкоза, ну, естественно, не глюкоза, а гликоген будет запасаться. Значит, глюкогенных больше, чем кетогенных. Глюкогенные все, кроме вот этих пяти. А вот если вы посмотрите, то по-хорошему только лицин и лизин входят только здесь. А все афениланин, тирозин, трептофан, они частично кетогенные, частично глюкогенные. Значит, как глюкозу можно сделать? Вы на следующем занятии узнаете, что в конечном счете она делается из молата, через оксалоацетат из молата. Что я символизировал? Все, что попало в цикл трикарбоновых кислот, докручивается до молата, и молат уходит. И, там, хитрым путем идет, не очень хитрым, идет глюконеогенез. Так? Кетогенные. Соответственно, они через ацетилка фермента, либо сразу через ацетаацетил, ГМГ и кетоновые тела. Вот и все. Вот эти вот являются и глюкой, и кетогенными. Путь у них может быть и тот, и другой. Вопрос спрашивается, почему нельзя сделать кетоновые тела на самом деле? Почему не происходит реального построения кетоновых тел вот здесь, из этих? Как думаете? Вернее, как, скажем, не происходит построения, если они в ацетилка фермента превратились? Хотя нет, нехороший вопрос. Давайте так оставим, как есть. То я сейчас сам закопаюсь. То есть, у нас переход в ацетилка фермента, то у нас наоборот они кетогенные? Ну, возможно, возможно, кетогенность их есть, условно они кетогенные. А то, что раньше было принято считать, что вот только эти пять кетогенные, а вот эти нет. И знаете, какой был резон? Что если они превратились в ацетилка фермента, то они просто сгорят по пути номер один. Ну да, то есть они будут превращаться. И еще есть один, знаете, какой вариант? Вот это вот путь желтенький в кетоновые тела, и реализуется он нечасто. А путь в глюкозу, он идет вот так вот. Через анаполиаротическую реакцию. То есть нет смысла перуват превращать в ацетилка фермента. Если из этих маленьких перуват превратился в ацетилка фермента, то почти наверняка он сгорит. Если из него надо делать глюкозу, то пойдет путь через оксалоацетат. Через анаполиаротическую реакцию. Это фактически баланс двух путей. Но в принципе, ничто не возбраняет вдруг сделать здесь ацетилка фермента и какие-то излишки погнать в кетоновые тела. То есть условно, если здесь будет метка, то какая-то часть метки все равно сюда уйдет. Скорее в глюкоген в запасы, если уже просто места больше нет для глюкогена, тогда будет вот этот сбросной путь. То есть, короче говоря, вот этот путь для них гораздо более важный в глюкозу, чем сюда. Ну да. Так, понятно или нет? Или еще раз? Нет, понятно. Понятно, да? Я сам не очень вот люблю этот раздел, в отличие от аминогруппы, с которой все понятно и все хорошо. Углеродных скелетов так много и так много деталей, что плакать-то не хочется. Но мне кажется, что основное выписано здесь. Один главный путь, второй главный путь, делящийся на подпути. Хорошо. На чем мы будем делать дальше? Дальше мы не будем с вами пытаться разобраться в катаболическом пути каждой аминокислоты в каждом организме. Нет. Значит, мы посмотрим какие-то основные примеры и какие-то основные цепочки. И на самом деле мы посмотрим, вот что здесь происходит, как. И вот фениланин, тирозин посмотрим с вами. И фактически с катаболизмом на этом, наверное, и закончим. И перейдем в сторону анаболизма пойдем. Но вы не думайте, что это такой простой путь, то, что я сейчас обозначил. Потому что на самом деле здесь есть что пообсуждать. Давно белым не писали. Одноуглеродные переносчики. Кого знаю? Биотин, конечно. Биотин. Значит, биотин. Рисовать не буду, потому что уже много раз рисовал. Биотин переносит у нас в какую группу? Ну, СО2 можем написать, в скобках HCO3. Биотин. Я и рисовал еще один адномблеродный, анонсировал, не рисовал. Называется он эсаденозилметионин или САМ. И он переносит у нас метильную группу. Давайте его нарисуем. Он нам пригождаться будет. А, значит, ну где я его нарисую? Пониже нарисую, наверное. Нет, у нас право нарисую. Значит, я даже реакцию напишу. Значит, смотрите. Жил-был метианин. Метианин хорошо бы знать. Без знания метианина тяжело разбираться с метаболизмом аминокислот. Жил-был. И встретился он как-то в этой жизни с АТФ. Узнали вы АТФ? Классно. Улетели неорганический фосфат, что неудивительно. Но улетел еще и неорганический пирофосфат. То есть улетели все фосфатные группы. И сера провзаимодействовала вот с этим вот углеродом. Это очень хитрая, странная связь. И получилось вот такое вот соединение. Где сера напрямую с CH2 остатком рибоза. С 5 штрих углеродом. И на сере плюс. И вот это как раз и есть С-аденозилметионин. Сам. Значит, вот эта вот вся ситуация с сульфоневым ионом, или как он правильно называется. Ну, с С-плюс, короче говоря. Она очень нехорошая. То есть это очень сильный метелирующий агент. И он старается встретиться. Ну, давайте я Х обозначу. Акцептор метильных групп, а вот метилированный акцептор получается. Значит, у нас с вами были и будут примеры. Пока был только один пример, будут еще. Значит, пока пример был, который вы вряд ли помните, я вам напомню. Из гуанидил-ацетата получается таким образом креатин. Креатин помним, зачем нужен? А креатин содержит фосфатную группу, которые забираются, если у нас есть недостаток АТС. Совершенно верно. Это ДПО энергии. Ближайшая клетка ДПО энергии. Это креатин-фосфат. Ну, так вот, креатин, если вы посмотрите. Гуанидиновую группу помните? Гуанидини, что такое? Это часть. Аргинина, да. Вот если на оксусную кислоту посадить и еще и метилировать, то получится как раз, собственно говоря, кариатин. Так вот, там нужны метильные группы. Значит, еще два случая. У нас сегодня один появится, когда будем делать цистеин из метианина. Он там для других целей понадобится. Ну, могу еще вам предложить адреналин в норадреналин. И норадреналин в адреналин, наоборот. То есть норадреналин от адреналина, мы потом с вами когда-то его нарисуем, различается ровно на одну метильную группу. Функции разные, но если мы идем от тирозина, адреналин из тирозина получается. Вот если мы идем через стадии там дофа, дофамин, идем, 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 норадреналин, метилируем, адреналин конечная станция. И еще был у нас пример, когда нам нужны были метильные группы. Кто помнит? Еще раз. Тиминуроцил, наверное, да. Сейчас вот сходу не скажу. Нет, на самом деле там, по-моему, не саденазилметионин. Чуть хитрее. Но вот точно нужен саденазилметионин, когда мы из этанола амина идем в холин. Это для диацил глицеридов. У нас там есть фосфатидилэтаноламин и фосфатидилхолин. Или, по-другому говоря, от кефалина к лицетину. Это введение в специальности. Если вы, кстати, видели программу, я прислал, удалось заглянуть в нее? Потому что Татьяна написала, что она распространила любезно ее. Там есть вопросы, которые напрямую пересекаются с введением в специальности. Значит, я думал, что с этим делать. Давайте попробуем так договориться. Что я это в билеты включать не буду. Но материал оттуда знать надо. Ну да. То есть я к тому, что вот как напишите контрольный зачет, получите. Это не значит, что это можно все взять и забыть. Ну вот понимать, что чем отличается этаноламин от холина, надо. Он трижды метилирован по аминогруппе. И метильный групп как раз из самой берутся. А что остается? Я даже писал уже. Ну давайте напишу еще раз. Что-то я здесь потерялась. Александра нету, никто меня не исправляет. Некому меня прям исправить. Ну бывает. Безметильная группа. Кто это? Ну да. Это гомоцистеин. Обозначается он таким образом. H от гомо, то что это хомо. И дальше первые две буквы. Цистеин S, Y, S. Соответственно, вот это гомоцистеин. Видите, он на одну CH2 группу отличается от цистеина. То есть вот эта вот парочка, метионин, гомоцистеин. Понравился вам сам? Сегодня будем пользоваться им. Ну, естественно, должен у нас, собственно говоря, у нас должны оставаться аденины. Да, действительно, вы правы. Хорошо, давайте поправим. Не совсем еще гомоцистеин. Поторопился я чуть-чуть. Ну да, да. Не, я могу написать еще H2O минус А рибоза. А, вот. Просто пишите их слева тогда. Не, я могу проще поступить, еще вот так сделать. Уж давайте до конца. То есть там гидролиз еще. Да, то есть получается S-аденозин, гомоцистеин. Если уж точно быть до конца точным. Вот так, да. Вот. И дальше идет гидролиз, H2O, аденозин, то есть А и рибоза, нуклеозид. И остается гомоцистеин. То есть я что-то две стадии в одну уложил. Гомоцистеин. Отлично. Значит, я это не буду стирать, потому что мы сейчас еще разберемся, как у нас метеонин регенерируется. Но для того, чтобы разобраться с регенерацией метеонина, нам надо нарисовать еще один переносчик. Тетра-гидра-фалат. Значит, он получается из витамина F. Витамин F. Это фалат. А вот это будет тетра-гидра-фалат. Значит, мы его будем обозначать, давайте, с вашего позволения, FH4. Просто фалат будет F. Значит, там еще есть вариант дигидра-фалата. Ну, сейчас оставим его в покое, дигидра-фалат. Давайте с тетра-фалатом разберемся, потом введем. Значит, какие группы он переносит? А он переносит группу CH3? Может. группу CH2 в скобочках, эта группа будет выглядеть по-другому. Это вот такая группа. Если лишить ее воды, то будет CH2. И еще одна группа, которую он переносит. Будет-будет, потому что мы водород еще с азота заберем один. Будет? Будет. Сейчас мы это все изобразим. Поверьте мне, будет. Это просто разные уровни. Значит, а вот здесь будет вот такая вот группа. Соответственно, это метиленовая, это метинильная. Вот это вот самое восстановленное, вот это самое окисленное. Не очень удачно я нарисовал, но вот три группы. Раз, два и три. Давайте по-другому нарисуем. Чтобы было единообразно. Вот это какая группа? Вот это и вот это. Как называется? Гидроксиметильная, совершенно верно, да. А вот это? Какая группа? А не гормонейная. Просто формильная. Формильная. Формильная группа, да. Чувствуете разные уровни? Ну, это разные. Почему? Ну, я просто сделал единообразно. Чтобы группа, из которой образуется в скобочках, а группа, которая связана с тетрагидрофалатом, она вот без скобочек. Вы можете это оставить, это для цели единообразия. А сейчас мы будем рисовать фолиевую кислоту и тетрагидрофалат, и будет нам счастье. А еще там и тетрагидрофалат есть. Значит, это я внизу буду рисовать. Значит, фолиевая кислота состоит из трех частей. Значит, я сейчас просто размышляю, рисовать мне, как я ее привык рисовать, или как в Ленинджере. Просто там в Ленинджере перевернуто сверху вниз. Хорошо, давайте обычное. Хитрое азотистое основание. Чем оно хитрое? Тем, что оно состоит из двух шестичленных циклов. Значит, здесь азотов как полагается. Все хорошо в цикле. Вот так. По своим заместителям в левом кольце оно очень похоже на гуанин. То есть, вот здесь вот так, здесь будет вот так, здесь будет вот так. В кетоформе. Здесь, соответственно, будет вот так и вот так. И вот это называется птерин. Азотистое основание птерин. Птерин. Он очень много где задействован, на самом деле. Не только в фолиевой кислоте. Мы с вами фолиевую кислоту делать не умеем. Бактерии умеют. То есть, мы должны их оттуда получать. То есть, мы рисуем сейчас с вами витамин. А что здесь? У нас с вами производная метилптерина. Ну, я CH2 сразу нарисую. То есть, это 6-метилптерин. Дальше идет остаток пара амина бензойной кислоты. Бензойную кислоту себе представили? И пара амина представили. Тогда рисуем. Хотите, 3 палочки нарисуйте. Я отметил его ароматичность. Этого кольца. Ну, и крайний остаток – это глутаминовая кислота, а не глутамат. То есть, NH-группой глутамата зацепились. Здесь боковой заместитель у меня справа оказался. Кто хочет, может низ нарисовать. Без разницы. Вот это вот фолиевая кислота. Значит, дальше фолиевую кислоту мы будем рисовать вот в таком виде. И ее производную. Договорились? Тогда я рисую две формы рабочих. Такая редко рабочая форма. Ну, я подумаю, может, даже сегодня мы ее запишем, а может, я махну рукой на это. Это дигидрофолиевая кислота. Но нам она обязательно встретится, когда будем говорить про азотистые основания. Конечно, нехорошо, надо было CH2 и азот еще нарисовать. Но пока не нужно. Значит, пока что нужно. Пока дигидрофолиевую кислоту рисуем. Видно, что произошло? Там азот есть? Где? Есть, есть, есть. То есть, видите, что приключилось? Восстановилось вот здесь. Ой, стоять. Странно. Ну ладно. Вот здесь восстановилось. И получилось FH2. Дигидрофолат. Редко встречается. А вот то, что сегодня, то есть, а то, что вот нам надо, это тетра-гидрофолат. Возвращаю белую. Нарисую заново. Что-то мне не нравится криво. Давайте-ка чуть-чуть вот так переведем. Нарисуем красиво. Спасибо. тетрагидрофалат и вот это вот основная рабочая форма именно он является переносчиком всех тех водноуглеродных групп на самом деле я даже еще не все группы расписал на самом деле есть скажете когда можно убирать я еще одну группу запишу даже две группы он еще может таскать каких-то условиях значит давайте здесь запишу он еще умеет ch2 и наш 3 таскать группу и ch2 и саш вот эти вот это вот тоже тот же уровень что здесь ну то есть место ола ти ол может и аминопроизводный амин ну так для справки в этом мы сильно копаться не нам и так достаточно ну и как он таскает давайте посмотрим да следующий кусочек он такой самый интересный значит как может загружаться тетрагидрофолиевая кислота значит первый уровень загрузки рисую просто тетрагидрофалат но чуть-чуть побольше рисую не торопясь чтобы потом не перерисовывать ну а дальше что чуть не хватает ну я поставлю двойную связь здесь это не успел нарисовать значит ну давайте r или р штрих давайте чтобы р и р штрих различались понятно что я взял фрагмент чуть побольше значит вот что интересно в этой жизни что вся рабочая часть она будет вот здесь то есть если у нас будет вставать одноуглеродный фрагмент куда-то вот сюда то у нас будет получаться пятичленный цикл именно в таком виде это все и носим значит первая реакция загрузки самая распространенная реакция загрузки серин глицин какой группы загружаю c h2 у ваш гидроксиметильной группы конечно то есть мы забираем у серина боковой заместитель в полном объеме что у нас получается значит загрузка у нас идет сначала вот сюда да оставляем как есть так здесь у нас и наш остается нет я сейчас на самом деле прикидываю какой озон по чему счету это конечно не суть важно ну давайте дорисуем так все нарисовали а дальше идет а р штрих не нарисовали а дальше идет циклизация по циклизации идет вот такая вот да вода уходит благополучно ну не очень скоропостижно но соответственно полевая кислота легко принимает и легко отдает эту группу значит вот это вот уровень c h2 ваш группа не самая окисленная не самая восстановленная следующий вариант какой возможен в этой жизни это загрузка формиатом формильной группой я даже могу вот так написать формиатом или о минус даже очень формиат же у нас может быть может формиат ну ведь хотя бы формил хотите пожалуйста если грустно мы с вами делали в свое время по формил к фермента альфа окисления хорошо уходит к фермента если так вам проще главный уровень формила есть откуда взять одноуглеродную самую окисленную группу ну вот из формил к фермента что у нас получается у нас получается что-то очень похоже посадили на азот формильную группу а теперь циклизация я честно пишу уже конечно дохожу вот это описание ну что делать как хотите пунктиром двойную связь или припишу какой-нибудь одной связи ну как скажете вот так могу то есть можно слева написать можно справа двойную связь где хотите метинильная группа а теперь самое интересное между значит это уровень c ну если нет так наверное плохо так мы не привыкли с вами писать вот так лучше да уровень кислоты фактически и между ними возможен переход в эту сторону у нас это окисляется значит восстанавливается над плюс над h h плюс в обратную сторону наоборот над h h плюс над плюс да и что еще очень важно если здесь не всегда кофермент а то какой-то вариант здесь это может тратиться ну либо кофермент а либо есть формильная группа просто так а она бывает просто так где нет а двойная связь долгализованная хотя двойная связь долгализованную ну азот четырехвалентный теперь х да загрузка это на переносчика нагрузка а введение это когда уже в молекулу субстрата так ну и еще парочка интересных моментов после чего перерыв устроим значит вот здесь необратимо за счет над h h плюс до над плюс вот это все дело может быть восстановлено до уровня метильной группы это но сейчас что вот это минавая конец это есть ее россий да я а ะ просто восстановление будет метил тетрагидрофалат ну и хватит потому что там внизу еще возможен перенос с азота на азот в ленджере вы это увидите то есть вот здесь возможно перекидка вот с этого азота на этот но я думаю что это не столь принципиально поэтому вас перегружать не буду мне важно чтобы вы понимали что есть три уровня надо на главный путь это уровень от серии на вот этот вот уровень да да можно формил тоже загрузить либо из серина получить формил а можно загрузившись из серина гидроксиметильной группой можно перейти на уровень метильной группы коли мы потратили метильную группу на то чтобы сделать ну например из этанола амина холин и превратили метианин в гомоцистеин нам же надо как-то обратно вернуться ау 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 надо вернуться и как бы нам вернуться и вот здесь как раз нам на помощь приходит тетрагидрофалат загруженный метильной группой то есть на самом деле тетрагидрофалат очень редко таскает метильную группу гораздо чаще он таскает х2 ау ау аж или сашу но в неких эксклюзивных случаях он это может делать причем обращаю внимание восстановление тетрагидрофалата закруженного х2 ау 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 аж группы необратимо иногда у некоторых организмов это идет напрямую у некоторых организмов здесь нужен b12 то есть b12 приходит на самом деле b12 уходит то здесь промежуточно получается b12 метилированный циан кабаламин кабаламин метели метилированный то есть там если помните крышка у кофермента из аденозина связь расщепляется и вместо нее крышка метильная садится а потом уходит гомолитическое там было расщепление ца это у нас где реакция вообще с как бы sb12 встречалась ну не в самом ну не в самом да циан кабаламин этом циан кабаламин это витамин b12 а мы делали кофермент b12 это все те же жирные кислоты с нечетным числом атомов углерода когда остается пропианил c3 он сначала карбоксилируется получается l-метилмеланил потом идет д-метилмеланил изомеризация а потом из д-метилмеланилов сукцинил там идет мутазная реакция да 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 и вот там как раз у нас вот сидит кобальт у него вот здесь кольцо здесь обычная затычка а сверху у него в случае витамина cn а в случае кофермента у него аденозин и ch2 группа аденозина образует связь сверху с кобальтом и потом вот когда нужна эта реакция мутазная эта связь разрывается гомолитический остается радикал а еще радикал переносится на субстрат вот так же можно разорвать эту связь с аненозином и ch3 посадить временно вот этот ch3 потом переносится на гомоцистеин то есть либо напрямую тетрагидрофалат на гомоцистеин либо через b12 но в конечном счете регенерируется цистеин b12 как я уже говорил надо очень-очень мало совсем мало да и вот две реакции которые мы сейчас с вами вспомнили реакция мутазной и вот эта реакция это две известных реакции где b12 задействован больше и это другое это не главные метаболические пути не самые основные вот в россии растения вообще с b12 не дружит поэтому если есть жесткие веганы которые рыбы не едят только действительно растительную пищу надо b12 приобретать в виде таблеточек мультивитаминов потому что вообще не поступает ну b12 в последнюю очередь его нужно у нас с вами вот в случае b12 если мы нормально с балансированным питаемся у нас двухлетний запас то есть его с избытком очень быстро не быстро проявляется дефицит b12 пищи то есть можно годик спокойно повеганствовать и на b12 это не скажется может на чем-то другом скажется но не на этом так ну что перерыв заслуженные дальше будет попроще и пободрее и повеселее еще будет чуть-чуть один катаболический путь посложнее а когда пойдет анаболизм станет вообще все просто знакомо все вот прям родного главный поставщик одноуглеродных групп серии на альтернативный давайте все-таки правильно сделаем что здесь просто может быть и вот так просто формиан тогда будет а тф вот либо формилка фермента загрузились внутри можем полки по окисляться повосстанавливаться вплоть до метильной группы метильной группы с фалатом бывает редко в основном для того чтобы регенерировать метионин из гомоцистеин и потраченный на сам ну что теперь мы готовы с вами написать чего-то такую схемку по простейшим давайте по центру напишем с вами перу ватт аж гомо все аминокислоты h большой первые две буквы того того чего гомо соответственно hc вай так цистеин с его и с так перу ватий из чего проще всего получить перу ватий изолонине проще всего просто трансы ну-ка сладкой парочки будем учить или нет изолонина конечно трансаминирование да значит совсем просто соответственно здесь нужно чтобы был альфа-кетоглуторат а здесь глутамат значит здесь за две стадии можно получить из цистеина насчет ким и перу ватт в середину сюда сажаем вот здесь у нас пусть будет цистеин вот здесь у нас пусть будет аланин значит пристроили два пристраиваем третий значит третье у нас будет сирин сирин значит сирином произойдет реакция очень похожая и встречавшиеся нам уже когда мы дезаминировали продукт восстановления глутамата значит вряд ли это осталось это очень жаль но давайте вспомним почему альфа-кетоглуторат а то есть коллекторная функция и чего как чё он коллекционирует да ваш наш вариант превращается в глутамата почему именно он кто помнит ну вот это ключик у глутамата есть альтернативный путь потери аминогруппы помимо трансаминирования да если вы откроете окислительные дезаминирование вы увидите что сначала там получалось группа и наш да а потом ее гидролизовали да значит и здесь будет примерно такая же реакция но чуть-чуть другая то есть сначала мы потеряем h2o и здесь возникнет двойная связь где-то ну то я может быть cc может быть cn а дальше придет h2o и уйдет аммиак ну то есть мы сначала h2o теряем и у нас появляется двойная связь а потом мы ее гидролизуем и уходит когда двойная связь здесь гидролизуем уходит аммиак и остается перуват то есть это такое дезаминирование идет фактически вода уходит приходит обычно что-то приходит уходит а здесь вода уходит в одном положении приходит в другом то есть вот h и h отсюда ушли двойная связь двойная связь мигрировала и гидролизовали значит сирин пристроили глицин глицин сирин у нас умеет разваливаться на co2 плюс h2o при этом у нас над плюс до над фаш и что у нас еще получается при таком развале ну вот смотрите вот это co2 вот это у нас аммиак аммиак еще надо добавить наверно вода то у нас вода у нас то и не получается у нас получается co2 и аммиак и что-то еще. Значит, вот смотрите, вот из этого получилось СО2. Из этого получился аммиак. Что осталось? И что с этим СН2? Ну и там, в принципе, вода-то, конечно, нужна, на самом деле-то, она нужна на входе вот здесь. Так куда эту одноуглеродную группу денем? Спирт. Так, хорошо. И что с этой одноуглеродной спиртовой группой? Куда она у нас? Болтаться будет просто? Метанол будет плавать по организму? Подождите, а чем у нас закончилась предыдущая часть вообще? И зачем? Чем и зачем? Ну, то есть какая-то логика у нас в изложении материала-то все-таки присутствует. То есть мы зачем-то сначала что-то разобрали, а потом начали что-то другое разбирать, а не наоборот. А в квартире? Да. Ну и куда она, куда мы ее денем? То, что... Ура! Я ее вот в таком виде посажу. Понятно, как я ее посадил? В виде метиленового мостика. Хорошо. Значит, в принципе, эта вся реакция как-то обратима. То есть можно глицин разобрать на кусочки, можно из кусочков собрать глицин. Глицин синтаза. Но что самое интересное, вот такая реакция тоже проходит, и мы только что с вами ее разбирали. Что нам нужно сделать, чтобы от глицина перейти к серину? От серину к глицину. А если предыдущую схему... Отлично. То есть вот смотрите. Отсюда, вот сюда, а вот отсюда, вот сюда. То есть между серином и глицином можно перебрасываться CH2 группой в виде метиленового мостика. Ну, CH2OH, начало предыдущей картинки. Ну, вот, если мне не верите, вот сюда посмотрите. В обратную сторону также можно перекидываться. При этом еще можно и разбирать, и собирать на кусочки глицин, и там тоже нам нужен тетрагидрофалат. То есть вот здесь все перекручено между серином, простыми частями и глицином. Понятны это кусочки? Да. Да не очень много. Смотрите, глицин можно разобрать на кусочки и CH2 группу перенести на тетрагидрофалат. А ее можно, в свою очередь, задействовать, чтобы из глицина сделать серин. И наоборот, тоже все процессы обратимы. Все. Все, что здесь написано, ничего больше. То есть, в принципе, серин можно собрать вот прямо из СО2 и аммиака. Но для этого нужен тетрагидрофалат загруженный. Он переносчик, да? Да, он переносчик. Мельцина, ухоточка полиции, он может сделать переносчик. Ну да, можем. И выдохнуть подачу. Да. Пути неисповедимы. Все есть. Можете выбрать, если выражаете? Чем-то, да, нужно было. CH2 ваш сделать вот здесь вот. Так, трианин. Пути неисповедимы. Пути неисповедимы. Нет. Пути неисповедимы. Какие будут предложения патрионину? Принимаю гипотезы. Сначала украсть метил, потом... Сложно. Сложно. Проще можно. Ну, хотя бы вот, знаете, я пытаюсь сейчас вас на какую-то такую вот мою шальную логику построения вывести. Но, по идее, мы за это время должны уже были друг к другу привыкнуть. Но вот если вот это вот над глицином написано, это что означает? Что этот путь должен прийти к глицину. Тогда давайте попробуем найти здесь глицин. Вот он справа прямо видит глицин. А что слева, на что похоже? Слева-то вот что осталось, на что похоже? А вместе? Сложно, потому что тетргидрофалат переносит одноуглеродное, а здесь два углерода. А два углерода это почти что навсегда? Совершенно верно. А ацетат у нас просто так болтается в организме? Ацетилкафалат. Ацетилкафалат. Ну вот теперь все сказали, да? То есть вот... Ну все же сказано. То есть что нам нужно сделать? Нам надо над плюсом до над H, H+, получится у нас CH3CO, CHNH3CO-. То есть у нас ацетилглицин получился. И дальше у нас придет кофермент А, уйдет ацетилкофермент А, и останется глицин. То есть подокислили и прям лязно. Вообще аналог теолазной реакции. Теолиз коферментом А по карбонильному углероду. Понятно, что произошло с трианином? Да. Пополам и в дело. Окислили пополам и в дело. Ну и остался еще у нас трептофан, который у нас выглядит вот так. Хорошо же рисовать начинал. Много стадий и никакого мошенства. И вот эта вот часть благополучно превращается в аланину. Узнали кусочек аланину? Ну вот, собственно говоря, как живут простейшие аминокислоты. Не грустно ему. Вот это в гидрофалатах развлекают. Ну разобрались с простейшими, давайте теперь возьмем посложнее тему. Ну не самые сложные, но почти. Фенилланин, тирозил. Сейчас, ну это вообще трептофан. А вы не узнаете трептофан? Вы меня пугаете. Честно. Мы через много стадий прошли. Здесь вот это символизирует много стадий. То есть это вот не напрямую процесс. Как вот здесь эту парочку стадий тоже не напрямую. Ну то есть мне даже кажется двух мало в этой ситуации. То есть я бы что здесь сделал бы? Ну вот из моего понимания, которое у вас появится чуть-чуть позже. Я бы зацепил что-то здесь за серу, порвал бы вот здесь. А дальше бы гидро... Убрал воду, ну то есть провел бы аналогичную реакцию. И получил бы первый ватт. Ну точно не знаю, как идет этот процесс. Причем может у разных организмов он идет по-разному. Потому что ну много разных путей. Мы основные мотивы с вами смотрим. И наиболее какие-то важные аспекты. Значит и вот в этой связи я хочу вам все-таки дать превращение фенилаланина и тирозина. Жил, был, фенилаланин. Давайте мы вот что сделаем. Начнем мы новый слайд, чтобы потом уменьшить было просто. Чуть-чуть я его уменьшу. Будет у нас фенилаланин. 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 Похоже, узнали? На первой стадии. Под действием кислорода. Под действием над H. H плюс. До над плюс. И до воды. Получается тирозин. Идет гидроксилирование. Идет гидроксилирование. В пароположение. Фермент, который занимается всем этим. Называется фенилаланин. Ну правильнее всего назвать его монооксигеназа. Потому что, видите, кислород воздуха и только один атом в субстрат, а второй атом в воду. Монооксигеназа. Можно гидроксилазой называть. Разные есть варианты. Значит, смотрите. Вот этот вот фермент. Он ответственен за то, что некоторые люди должны жить на фенилаланиновой диете. Значит, если этот фермент не работает, развивается болезнь, которая называется фенилаланин-кетанурия. Значит, здесь происходит превращение. Идет трансоминирование альфа-кетоглуторат до глутамата. И получается фенилперуват. Который дальше никуда не превращается. Накапливается и оказывает отвратительное влияние. На самом деле, довольно много людей болеет фенилаланин-кетанурией. И ее надо диагностировать в раннем возрасте. Если этого не сделать, то дети обычно до 5-6-7 лет доживают расстройство нервное и ничего хорошего. Какая синтематика? Тест новорожденного. Анализы. Анализы. А мы сможем через несколько занятий делать фенилаланин-кетанурия в одну стадию. Я как говорил, что 16 аминокислот, в принципе, бы хватило, чтобы все 20 доделать. Вот это в одну стадию с фенилаланин-тирозином. Значит, фенилаланин-кетанурия – вещь плохая, потому что она лечится только диетой. То есть здесь очень тонкая нужна диета, потому что какое-то количество фенилаланина нужно, чтобы строить собственные белки. Но избытки фенилаланина не утилизируются и начинают делать фенилперуват, который вреден. Поэтому там нужна точная дозировка. То есть, в принципе, с этой болезнью спокойно живут, развиваются, но это диета на всю жизнь. Значит, а если все хорошо, то у нас идет гидроксилирование, а дальше идет та самая реакция трансаминирования, которая была только что неправильна на стадии фенилаланина. На самом деле, вот этот путь, он вообще изобилует ферментами, которые могут вызывать заболевания, но все остальные более редкие. Будьте здоровы. Фенилаланин-кетанурия, она более распространена и давно изучена. Что здесь в норме-то получается? Значит, в норме трансаминирования, я даже писать фермент не буду, вы должны сами его уметь назвать, трансаминаза. Это получается парогидроксиль, а4-гидроксиль, фенилперуват. Дальше начинаются загадочные дела. О2-СО2. Приходит диоксигеназа. И сколько здесь углеродов? 9. Останется 8. То есть, в моем понимании, ровно сейчас это должно приключиться. О2-СО2. Диоксигеназа. И получается, вот я не знаю, как, надо посмотреть, кстати, задачку. Если что-то не знаю, надо задачку делать. Вот это вот называется гомогентизат. Плохо я понимаю, как это идет. Нет, ну, конечно, по свободно-радикальному механизму, там, можно придумать какое-нибудь гомолитическое расщепление параллельное. Ну, в учебниках уверенно пишут. Конечно, ферменты умеют все, мы понимаем. Но здесь либо перенос у АЖ-группы происходит в мензольном кольце, либо перемещение алкильного разместителя при декарбоксилировании. Дальше идет еще одна забавная реакция. Еще одна диоксигеназа приходит. Я надеюсь, вы получаете удовольствие от этих реакций. Ну, я попробую нарисовать продукт, а вы его попробуете назвать. Снова диоксигеназа. Вы думаете, как назвать правильно? Ну, гомоген, тизад, диоксигеназ. Как назовем? Ну, попытки хоть какие-то. Главное, вы все знаете. Я же знаю, что вы все знаете. А вы зачем-то пугаетесь. Ну, вот смотрите, вот так я закрою, вот нет этого. Ой, стоять. Что справа осталось? Нет, справа, что-то было. Справа. Без этого. Хорошо, вот так что осталось? Ацетат. А вот так? Ацетацетат, который был. Хорошо. Нет, а вот так что осталось? Что за кислота слева? Почти. Ну, фумарат транс. А это? Малииновая. Малиил. Ацетацетат. На этом дело не заканчивается. Надо писать или... Ну, сокращенных. Малиил. Ац. Ац. Малиил. Ац. Ац. Значит, дальше происходит изомеризация. Изомераза. И получается фумарил. Ац. 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 А дальше приходит лиаза. и рвет вот здесь. Соответственно, остается фумарат. Ац. 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 Ну, и пути дальнейшие этих замечательных молекул нам понятны. Соответственно, мы с вами... Ну, то есть, вот это вот цикл трикарбоновых кислот. А здесь либо ацетилка, ферменталь, цикл трикарбоновых кислот, либо кетоновые тела. Помните у нас на первом слайде? На первом слайде. Совсем где-то в начале. О! фенилаланин и тирозин оказались и здесь, в ацета, ацетиле, и в фумарат. То есть, они одновременно кетогенные одной своей частью и глюкогенные другой своей частью. Вот этот пример. Вот теперь как-то по-другому, да, эта вся вот схема звучит. После того, как мы немножко покопались здесь и немножко здесь покопались. Ну, в остальных местах копаться не будем. Вот здесь все относится. Вы здесь все знаете, здесь все знаете. Мы чуть-чуть еще подокапываемся на анаболизме. А катаболизм, мы посмотрели прикольные пути, мы познакомились с тетрагидрофалатом, мы познакомились с саденозилом, метионином, и, соответственно, мы благополучно можем переходить к анаболизму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!